Выбор особенно в первом тайме, чуть тяжеловато. В первом тайме забей первый бой, конечно, я по другому. Здесь ситуация протяжена. Мы не используем моменты свои, которые у нас есть. В втором тайме, я думаю, можно было в группе еще больше. Ну, во-первых, спасибо Бухаревству, что дали бой. Спасибо, что не продолжают бороться за желание, несмотря на то, что команда в последнем месте, потому что желание настроить. Немножко не настроились некоторые футболисты. Которые на каждой игре, в новый день надо настраиваться, доказывать. Ну, есть футболисты, которые, думаю, надо легко возьмем, но пора на последнем месте эта команда. Ну, на самом деле, видели, что тяжелое. И все. Будет урок нам. На будущее будем понимать, что так нельзя. Но большое всем спасибо за отдачу, за желание. В принципе, ребята уложились. Немножко, конечно, не понимать, что тяжело было. У нас все хорошие. Команда была очень пусть свежа. Ну, будем сейчас анализировать, будем думать. Будем сейчас что-то посмотрим, как. Немножко процесс провести. Потому что, мне кажется, на команду очень хорошая, очень важная. Ну, для вас все важные игры. Сейчас все нормально, как объективы трейска обзарить. Можно сказать, первый игрок после трейска дома. Самая хорошая трейска. Уверенность появляется. Ну, надо вообще-таки свои моменты забивать. Они сложно. Две команды они забивают. Они используют просто свои моменты. Могу сказать. Андрей, поздравляем вас с победой. Спасибо. У нас в первую очередь с днём были. Я всегда сердце веду там с вами. Всегда поддерживаю вас. Надо позитив, а то у вас керновирус какой-то. Все равно мы такие ходим. На один, по этому. Самый удар правил карантин. Результаты удовлетворены. Но, к сожалению, игра желает лучшего. Пару-танку шли, ребята, можно сказать, ходили даже пешком. Игорь такой яркий, не видел. И многие болельщики с вашими членами это связаны. Наверное, ярко. Усталости. Я думаю, здесь первую очередь не настроились. Не настроились вроде. Самое основное. Потому что физически мы практически... Когда нагрузка была тренировка, которая нагрузка получила. Ну, и конечно, поездка с Насафом. Ну, как вы знаете, мы возвращаемся в основную стану. Один день. Может быть, это какие-нибудь инноватива. Для того, чтобы имести себя порядок. Ну, в любом случае, будем сейчас готовиться к рекламу. И будем двигаться дальше. Три эшкани очень важны для вас. Несмотря на то, как играли, что играли. Они увидели, что ребята все отдавали себе. Тяжело было. Ну, все равно отдавали, сыграли. Молодцы еще раз поздравляют. А по поводу того, что... Да, согласен. На втором тайме немножко подсели. Сели надо было внести, коррективы. То, что мы сделали. И все эти замены. Которые я и не доволен. Замены у футболистов. Надо сейчас немножко прийти в себя. Немножко прийти в верность. Которые мы сегодня заработали. Надо продолжать, чтобы этот дух поведителя продолжался всегда. Каждый день. Ну, праздничное настроение сегодня. Наши журналисты, блогеры всегда освещают. Матчи, которые состоятся в Номанганской телерадиокомпании. В прямом эфире всегда. Спасибо. Всего вас поздравляю. Это для болельщиков вообще хорошая помощь. Ну, скоро у нас праздник. Праздник сегодня. Праздник сегодня. Праздник сегодня. Наш праздник. Праздник журналистов. Пока. Ну, будем надеяться, что мы поздравим вас с этим праздником. С положительным результатом. Дай Бог. Я думаю, что будет готовиться. Все раз повторяю, что каждая игра сейчас очень рассложна. Мы сейчас играем очередную на выезде, уже четвертую. Ну, я думаю, я уверен, насколько будет другой, уже настроение другое. И не будет такая шапка закидательского настроения. Голосимая. Ну, в любом случае, ребята молодцы. Спасибо. Мы латались полностью в грех. Спасибо. Те болельщикам, которые видели эту игру. Спасибо, что они поддерживают команду. Я видел, что стояли на холме. Болели, переживали. Ну, и перед телевизором. И перед телевизором. Знаешь, вам не большое спасибо, что вы обижали за нас в блоки. И вот, надеюсь, вам лучше, что при окончании коронавируса, мы уже при помощи, при помощи наших хороших, лучших болельщиков в Господистане. Ваше мнение, хотелось бы узнать, отразился карантин на качестве игры команды? Не только нам по хору. Как Ваше мнение? Ну, конечно, если вы видели, мы смотрим все матчи, там, в губерстриге, там, по шесть забивают. Вчера она будет в российской премьере 10-1. Но не все отразилось. Конечно, все-таки, непременно играть две с болельщиками, как бы, говорить о чемпионате для болельщиков. Вот, отразилось, потому что три месяца мы не без игровой практики были. Как тренировались? Тренироваться очень сложно, потому что за три месяца ты можешь набрать форму, ты можешь ее не потерять. Вот. А вот это коронавирус, конечно, немножко все-таки. Ну, теперь нужно проявлять силу духа, характер свой проявлять. Ну, потому что сейчас, вообще, очень важно. Кто это будет проявлять, кто это будет делать, кто это будет поддерживать. Спасибо. Спасибо.